МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в Югре насчитывается свыше 110 тысяч дачных участков. На них практикуют садоводство и поправляют здоровье 30% населения региона. 60% все овощной продукции, 90% ягод страны выращены руками дачников. Каких жертв требуют и какие блага югорчанам дает северная дача? Какую помощь дачным товариществам оказывают власти? И как грамотно воспользоваться преференциями и услугами сторонних партнеров? Разбираемся с особенностями нового дачного сезона с экспертным сообществом Югры, Тюмени и Москвы. В студии прямого эфира телеканала Югра Михаил Епихин и представлю моих собеседников. Алексей Кучеров, Союз садоводов России по Тюменской области, Югре и Ямалу. Людмила Осипова, компания «Этажи». Наталья Кузьмина, Центр правовой поддержки граждан «Югорский советник». Сургут. Италия Якимчик, Акционерное общество «Юграэкология». Сергей Музафин, ветеринарная служба Югры. Кулябин Михаил, Садовый центр. Полина Медведева, агроном. Динара Хакимова, Союз садоводов России, Москва. Итак, начинаем. Россияне стали массово интересоваться покупкой дач. По сравнению с прошлым годом спрос на них вырос на 31%, сообщают известия. Основными покупателями являются семьи с детьми, частные инвесторы, а также те, кто планирует строить на дачных землях дом для постоянного проживания в качестве альтернативы, выросшим в цене квартирам. При этом само садово-дачное движение в стране всегда поддерживалось органами власти всех уровней. Это касается и Югры. Какая помощь садово-огородным товариществам требуется в первую очередь, и что ждут от нового сезона сами дачники, начнем обсуждение с первым экспертом. Алексей Кучеров, председатель Межрегионального отделения Союза садоводов России в Тюменской области, Югре и Эмали. Приветствую вас. И сразу первый вопрос. Вот открывая новый дачный сезон на севере, на что прежде всего необходимо обратить внимание каждому дачнику? Что нового, а что наоборот упразднено? Ну, вы знаете, я хочу поприветствовать всех дачников, но самое главное, что сегодня, когда у нас есть отделение Союза в Югре, и сегодня проводятся замечательные вебинары, семинары, которые мы рассказываем, что сделать, как сделать, какие изменения в законодательстве. И дачники подготовлены. Наталье Аликовне надо выразить с ее командой огромнейшее спасибо, потому что мы в течение года проводили хорошие вебинары, семинары с поддержкой губернатора Натальи Комаровой, которая действительно в рамках вот этого гранта президента позволила минимизировать правовые, так называемые, правовой нигилизм у дачников, а самое главное, помочь председателям и дачникам выстроить вот эти межличностные отношения. Но самое главное, что бы хотел обратить внимание, это, естественно, на участки, на дома, на соседей, ну а самое главное, это сегодня противопожарный режим. Это самое главное, на что бы хотелось обратить наших дачников, потому что это немаловажно. Государство в нашей стране, согласитесь, всегда всемирно поддерживало садоводческое движение. Вот что важное на федеральном и региональном уровнях вы отметили бы прежде всего здесь? Вы знаете, самое главное, я хочу сказать, что надо отдать должное Олегу Дориановичу Валенчукову, который сегодня создал по инициативе Союза садоводов России. Вот Динара Хакимова более подробно, как член экспертной комиссии, правительственной комиссии, расскажет, что делается сегодня правительственной комиссией. Но мы готовили письмо на правительство Российской Федерации о создании такой комиссии, которая бы сегодня выстроила единую вертикаль власти между дачниками, именно институтом гражданского общества садоводческими и некоммерческими товарищами и органами публичной власти. Поэтому сегодня самое главное – это создание правительственной комиссии, которая сегодня заинтересована в решении проблем дачников, и мы видим ее первые результаты. Это энергоснабжение, это и газификация до дачного участка. Но более подробно, конечно, я могу сказать, что Динара расскажет более подробнее, потому что она аккумулирует все на сегодняшний день вопросы, связанные с теми правительственными комиссиями, в которые она входит, а входит она в две правительственные комиссии и доносит в наше чаяние проблемы садоводов. И благодаря ее грамотному умению и Олегу Дорьяновичу Валенчукову, благодаря тем садоводам, которые сегодня приходили на совещание, Наталья Аликовна не даст мне соврать, с удовольствием давали рекомендации, предложения, они сегодня внесли изменения в законодательство Российской Федерации. Конечно, не все хорошо, но изменения грядут, грядут в лучшую сторону. Законодатель готов нас слышать, слушать, но я еще раз говорю, закон молодой, он всего лишь вступил в силу с 2019 года. Да, соглашусь. Поэтому изменения есть, будут. И благодарю вас за то, что вы в том числе освещаете эту проблему. Вот сегодня в эфире говорим в том числе, откуда браться грамотным управленцем в дачных товариществах, а без них сегодня никуда. Как решается эта проблема в нашем регионе? Вопрос? Да. Значит, то, что касается сегодня грамотного управленца садовода, мы четко понимаем, что сегодня управленца нужно готовить. Но мы неоднократно говорили о том, что садоводческие товарищества избирают председателей, сегодня, к сожалению, тех, кто никогда не руководил садоводческими товариществами. Сегодня те, кто не знает, как пишется федеральный закон, куда обратиться, в какие органы. Да, это хороший сосед, но не всегда хороший председатель. Но они стараются, они делают, они берутся за это, потому что они являются членами института гражданского этого общества. Им не безразлична жизнь в этом садоводческом обществе. И вот как раз благодаря грантовой поддержке губернатора, правительства Российской Федерации, а именно президента, проводятся гранты, благодаря которыми, будем так говорить, сегодня ведется повышение грамотности. Огромнейшую работу ведет Союз садоводов России. У нас подготовлены кейсы. Ведется разъяснительная информация, работают общественные приемные в каждом регионе Российской Федерации. Мы заключили соглашение со многими университетами, в том числе последняя рекомендация правительства взаимодействовать с Союзом садоводов, с институтом Синергия, в том числе привлекая специалистов этого института по каким-то вопросам более глобальным, так называемым. И, естественно, управленцев нужно готовить. И сегодня, к сожалению, мы видим, что в садоводческих товариществах мало хороших, грамотных управленцев, но надо отдать должное. Они учатся и хотят учиться. Да, здесь сложно с вами не согласиться. Вопрос вам, как профессионалу, импортозамещение добралось и до дачников. Удалось ли адекватно, полноценно заместить импортные семена, луковицы, саженцы, удобрения, тоже садовую технику? Вы знаете, то, что касается сегодня саженцев, касается цветов. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации поставило четкие сегодня устои по установке по импортозамещению семян. В 2016 году совместно с Роспотребнадзором и мы провели Союзом садоводов России по всей Российской Федерации, посмотрели, сколько семян вообще импортозамещения ввозится у нас сегодня на территорию Российской Федерации. Мы немножко были шокированы. По этому вопросу Олег Дорианович Валенчук проводил круглый стол в Государственной Думе. Были предложены совместно с Пётром Ивановичем Чекмарёвым и Общественным Советом Минсельхоза. Были обсуждены эти вопросы. Родился закон о семеноводстве, сегодня который в Российской Федерации. И в данном случае хочется сказать, что большинство сегодня всё-таки это картофель, морковь, лук. Это сегодня отечественная селекция. Конечно, то, что касается цветов, пока эта селекция, помидор, она превалирует в каких-то моментах. Но хочу сказать, что у большего старшего поколения всё-таки, как показывает время, садоводы запасаются семенами из того, что они ранее вырастили. И хочу сказать, что большая часть семенного фонда, именно отечественного, она находится именно в руках садоводов. Соглашусь, да. Ваша оценка, как в наше время трансформируется любимой россиянами формат дачи. Реально ли она всё больше становится объектом не столько аграрным, сколько рекреационным? Либо это не так? Конечно. Сегодня в рамках развития, развития комплексного развития территорий, да, закона о комплексном развитии территории, дачные с поселения становятся новыми поселениями нового типа. И, естественно, там начинают проживать граждане. И закон, который сегодня разрешил прописку садоводов на территории, да, он в том числе сегодня обязывает уже органы публичной власти по-другому взглянуть на садоводческие товарищества с точки зрения именно как, уже не только как СНТ, но и как так называемые товарищества с поселением и с постоянным проживанием. Поэтому хотелось бы сказать, что садовые товарищества сегодня переживают эпоху нового витка развития. Что из этого будет? Как будет? Да, то есть сегодня покажет время. Но то, что сегодня мы можем судить по нашим трём субъектам, по нашей матрёшке, да, Тюменской, Тюмень, Хмау, Югре и Нау, могу сказать, что большая часть сегодня покупают уже там дома молодёжь, потому что это дешевле строятся, проживают, и поэтому не замечать садоводческие общества, естественно, на правительство невозможно. Вот на этой оптимистичной оценке мы перейдём к следующему спикеру, о котором вы говорили, Динара Хакимова, ведущий юрист Союза садоводов России, руководитель юридической компании. Приветствую вас, город Москва. И сразу же вопрос программы социальной газификации. Кто и как может получить дополнительно газ в дачных домах? Вопросов много по этой теме. Да, добрый день. Конечно, в первую очередь хочу поприветствовать всех коллег, садоводов, поблагодарить вас за приглашение и за то, что я могу поучаствовать в вашем таком прекрасном, дружественном коллективе. Относительно газификации. Этот вопрос у нас уже обсуждался давным-давно. И, конечно же, мы все хотели, чтобы газификация была также до садовых домов, как и в деревнях. Поэтому, благодаря работе правительственной комиссии, которая является вице-президентом Абрамовичем, и также ее замом, это Глинчук Олег Дорианович, удалось все-таки нам вопрос газификации садовых домов до границ таких садовых домов, но границах населенных пунктов. Безусловно, это тоже не совсем всем нравится. Конечно, хочется эту программу распространить не только на населенные пункты, но и на те СНТ, которые находятся в границах межселенных территорий, категории сельхозназначения. Но, однако, в настоящий момент пока так. И так я считаю, что это уже проделана огромная работа. Большие денежные средства будут вложены для того, чтобы эта программа реализовалась в рамках СНТ, расположенных в границах населенного пункта. Но что же для этого нужно? Конечно, мы говорим о том, что должен быть жилой дом в первую очередь, СНТ, границах населенного пункта, решение общего собрания СНТ о догазификации данного СНТ и, соответственно, заявка, которая подается в ту газоснабжающую организацию, которая в вашем субъекте. Более детально постановление правительства будет принято, это как проект его, с которым, естественно, я ознакомлена, до конца лета уже это все должно быть принято и распространено во все территориальные отделения соответствующих газоснабжающих организаций. Хорошо. А вот с какими проблемами чаще всего обращаются к вам дачники? Ну, вы знаете, если говорить непосредственно об СНТ, как все-таки о юридических лицах, о гражданском правовом сообществе, конечно, основной вопрос это, скорее всего, регистрация собственности, земель общего пользования, имущество общего пользования, распространение режима долевой собственности на данное имущество. В настоящий момент этот вопрос, конечно, тоже не совсем до конца отрегулирован. С чем это связано проблематично? Проблемы связаны с тем, что в подавляющем большинстве случаев данных о собственниках садовых участков у председателя, соответственно, нет. Никаких-либо правовых инструментов, чтобы добыть эти данные, тоже действующие доказательства не предусмотрены. Поэтому, конечно, когда подаются документы в Росреестр, и Росреестр требует данные о долевых собственниках и участниках, СНТ предоставить их не может. И этот вопрос тоже сейчас рассматривается в рамках правительственной комиссии. И, скорее всего, будет этот вопрос урегулирован таким же образом, как в МКД, в квартирных домах. То есть, когда нам не нужно идти в Росреестр и регистрировать долевую собственность на каждого собственника, а такая собственность у нас возникает автоматически, исследует судьбе квартиры. Соответственно, здесь по аналогии сейчас этот вопрос отрабатывается с налоговыми службами, потому что в этом случае с оплатой налога будет несколько затруднено. Но я думаю, что это все будет разрешено положительно. То есть, автоматически будет возникать право общей долевой собственности на имущество общего пользования без указания, что там Иванову, Петрову или еще как-то. Автоматически будет следовать судьбе садового участка. На наш взгляд, это наиболее такой оптимальный правовой механизм регулирования долевой собственности именно в СНТ. Ну, конечно, очень часто обращаются с проблемами дорогами, инфраструктурой, мусором, водой. То есть, с огромным, большим количеством вопросов. Легко верится сам дачник, поэтому знаю, сколько проблем вокруг нашей любимой дачи. Бесконечная тема и не могу на ней не остановиться, пусть коротко это дачная амнистия. Стоит ли спешить тем, кто не воспользовался особым режимом приватизации или срок амнистии будет еще раз продлеваться и дальше? Ну, вы знаете, конечно же, государство нацелено на то, чтобы граждане воспользовались регистрацией своих земельных участков, привели в соответствие границы, поставили на учет свои дома, там, дать, садовые дома в настоящий момент, живые дома. Для чего? Конечно, для того, чтобы ввести их в оборот и видеть и смотреть, ввести нормальную статистику, в том числе и налоговый оборот этих объектов недвижимости. Если мы говорим из интересов граждан садоводов, то я как юрист практикующий, конечно, настоятельно рекомендуется сделать, потому что тем самым вы определяете границы своих земельных участков, снижается возможность, чтобы кто-то оспорил, каким образом ваши границы установлены, с домами. Возможность, опять-таки, вот если мы говорим, например, об электричестве, то сейчас только обсуждается вопрос, и он совсем еще сырой, но в том, чтобы предоставлять понижающий коэффициент жилым домам, которые не только в границах населенного пункта, в некоторых субъектах, чуть отвлекусь, понижающий коэффициент, сельский тариф, он предоставляется только жилым домам, садовым, которые находятся в границах населенных субъектов. Во многих, более чем, почти 60% субъектов Российской Федерации, такой понижающий коэффициент дается всем абсолютно садоводам. То есть, опять-таки, газ, электричество, еще какие-то возможности, еще каких-то там преференций, она возможна только при наличии все-таки зарегистрированной недвижимости. Ну, конечно, можно надеяться на то, что еще будет продлена эта дачная амнистия, но все-таки, мне кажется, что вполне себе правильно это оформить, в том числе, и для того, чтобы ваши наследники и при каких-то имущественных спорах разделали, и всего остального вам было гораздо легче и проще. Понятно. Спасибо, Динара. Знаю, что вопросов много и много сложных, персональных. В этом случае, конечно, логично обратиться к вам персонально, к вам, либо к вашей юридической компании. Спасибо еще раз. Мы юридическую тему продолжаем. Из Москвы переносимся в Сургут. С нами на связи Наталья Аликовна Кузьмина, заместитель директора Центра правовой поддержки граждан Югорский Советник. Приветствую вас. И сразу же вопрос. Юридическая безопасность югорского дачника. Что необходимо знать, прежде всего, приобретая, владея или продавая дачу? Добрый день, коллеги. Очень рада вас всех видеть. Конечно, абсолютно вы правы, что правовые знания нас, конечно, уберегут от неприятностей, если мы приобретаем, владеем дачей или собрать ее продавать. И первое. Нюансов, конечно, много, но постановлюсь на некоторых. Если вы решили купить дачу и уже понимаете, как я расположен ваш участок будущий, конечно, первое, что вам нужно сделать, это как можно больше информации, узнать о садовом товариществе. Потому что можно столкнуться с тем, что вообще нет юрлица, это было обанкроченное товарищество, а теперь садоводы выживают как могут, и вы должны понять, сможете ли вы так жить и готовы ли вы к этому. Понимать должны, на какой земле расположен садовое товарищество, потому что это могут быть и охранная зона, и межселенная территория, и городская территория, для чего это значит? Чтобы понимать вообще перспективу развития этого садового товарищества, в целом, ну и понятно, вашего участка в частности. Конечно же, изучите документы. Надо понимать собственность и участок. Может быть, хозяин, продавец вам предоставил членскую книжку. Это документ, который не подтверждает, что участок находится в собственности. Вообще, может кто-то другой владеть этим участком. Конечно, уточните, кто зарегистрирован. Дом вообще, жилой или садовый, потому что, если садовый, вы не зарегистрируетесь. Проверьте, есть ли долги у хозяина. Причем, не только долги по членским взносам или по услугам. Вообще, вполне возможно, что он проходит процедуру банкротства и случится так, что сделку, оформленную по купли-продаже, она действительно и вы будете разочарованы, мягко сказать. Проверьте доверенность, если это происходит передача, в смысле, сделка по доверенности. Что еще хочу сказать? Это то, что касается, если вы дачу покупаете. Если вы владеете дачей, самое интересное, на мой взгляд, я рекомендую, изучите 217 и поймите, то главным вообще управляющим органом управления садоводческого товарища является общее собрание членов этого товарищества. Поэтому не игнорируйте, выходите на собрание обязательно. Обязательно принимайте активное участие в жизни товарища. Если вы сидите на диване ровно, ничего не делаете, тогда и претензии являются только исключительно к себе. И если вы получите судебный приказ о возмещении взыскании с вас долгов, то тоже не удивляйтесь. Потому что вы приняли решение жить, скажем, в коллективе. Если вы продаете, главное, на наш взгляд, не ведитесь на уговоры и уловки второй стороны по фальсификации стоимости объекта. Потому что давайте сделаем меньше, а потом у вас случится налоговый вычет, и вам будет счастье. Не верьте, потому что налоговая вычет с вас налог, если вам обязаны его заплатить, то по кадастровой стоимости объекта, сколько бы вы там нарисовали себе, в данном случае уменьшили. Наша рекомендация прописывайте все, все, что только можно, по объекту, потому что может быть так случится, что покупатель через некоторое время скажет, вы меня обманули, дача веткая, не с того построена, я расторгаю договор купли-продажи, верните мне все деньги, материнский капитал и все такое прочее. Будут опять судебные разбирательства, счастья мало. Ну что, конечно же, фиксируйте факт передачи денег, и всем помните о том, что если вы подписали договор купли-продажи, это еще не значит, что сделка состоялась. Когда вы пойдете в Росреестр зарегистрируете, тогда можете у себя подбрать, чтобы вы собственник, или наоборот, избавились от этого. Тяжко, будто бы дачник. Очень полезная информация. Еще хотел бы успеть уточнить, вот в минувшем году ваша фирма проводила обучающие семинары для руководителей дачных товариществ. Что актуально, что нового в этом году случилось или случится? Алексей Кучерев уже говорил так скажем про нас, что мы очень много с людьми садоводами России проводим семинары. Мы их уже провели пять в рамках поддержки грантовой губернатора Юбры. Сначала мы начинали вообще с ОЗОК. Мы говорили про элементарные вещи, про органы управления, как устав сформировать. Сейчас уже у нас и в этом году тоже были семинары, и мы говорим уже о том, как оформить имущество, как поставить на баланс это имущество, как у нас с налогообложением этих земель, и мы приглашаем соответствующих специалистов, как взаимодействовать с органами публичной власти. В общем, такие вопросы насущные, и они рождаются из-за моментов общения с садоводами на спарных консультациях, в группах, для того, чтобы по запросу отработать. И благодарим вообще всех коллег, на самом деле вообще и органы государственной власти, и надзорные органы, муниципальная власть, они охотно идут на общение с садоводами. Здесь я подтверждаю полностью ваши слова. Вот, кстати, 17 апреля у вас будет круглый стол по комплексной безопасности дачных товариществ. Если коротко, о чем будет речь? А вот если вы построили дворец и даже сад посадили, но рядом живет Змей Горыныч, то никакое счастье вам не видать. Мы будем говорить про то, так обеспечить, чтобы не воровали, не поджигали, не мусора не бросали, всех приглашаем, и будут и союз садоводов, и будут у нас все службы, которые скажут нам, как сделать жизнь садовода счастливой и безопасной. И поэтому ждем всех. 17 апреля Сургут проанонсировали еще замечательный проект на завтрашний день. Спасибо. Движемся дальше с нами на связи Людмила Осипова, эксперт по недвижимости компании «Этажи». Приветствую вас. Насколько охотно югорчане становятся дачниками? Какова статистика и каковы тренды сегодня? Добрый день. На самом деле покупка загородной недвижимости, покупка своего дома, дачного участка на сегодняшний день является одна из востребованных программ в банке. Как правильно заметили спикеры выше, что сегодня собственниками, покупателями загородной недвижимости становится в основном это молодой контингент, молодые семьи. Выбирая между квартирой покупкой либо дачным домом своим, постройкой, конечно, приоритетность в большей степени отдают своему частному дому. На это и есть хорошие условия от банков, которые сегодня нам предоставляют. Если рассказать более подробно, скажем так, в двух словах, то особую популярность сегодня у нас эта программа работает ипотека на строительство под 6% либо под 8%. Максимальную сумму можно в банке это порядка 6 миллионов рублей. То есть даже если вы рассматриваете загородный дом, дача, либо может быть частный дом небольшой, то вполне возможно на 6 миллионов построить себе свой загородный дом. И это, конечно, пользуется большим спросом. А какие дачи, кстати, сегодня самые популярные в Югре? Если брать акцент именно давайте становимся ближе к нашей столице, на городе Ханты-Мансийску, большую популярность у нас одни из востребованных дачных участков у нас это микрорайон Восточный, достаточно развитый новый микрорайон, который ходит в черту города и который имеет свои привилегии по сравнению с дачными товариществами. Если выбирать дачный, где более бюджетный вариант, то это, конечно, у нас акцент идет нам за мостом ДНТ, который находится также вблизи города. То есть, конечно, акцент это 10-15 минут на автомобиле либо на общественном транспорте. Но также хочу заметить, что сейчас начинается сезон и наши дорогие покупатели, наш дорогой клиент рассматривает и в принципе и дальние расстояния. То есть, это 20-30-40 минут на автомобиле вполне адекватно. Но там в связи с этим и стоимость, конечно, в разы меньше дачных участков. Да, кстати, а каков ценовой диапазон сегодня на даче югорские? Ну, на югорские могу сказать, что мы можем сегодня спокойно найти себе дачный участок от 100 тысяч рублей. Но мы понимаем, это будет уже расстояние от города достаточно больше, нежели если мы хотим чуть ближе, как я говорила, 5-10 минут на автомобиле, то диапазон цен это где-то варьируется от миллиона до двух можно найти. И еще хотел бы спросить, вот какие опасности в самостоятельном поиске и договоренностях о купле-продаже дачи и какие преимущества дает поиск дачи через агентство? Хочу заметить немаловажный фактор о том, что если человек с самостоятельными силами ищет себе дачный участок в дачном корпоративе, то в обязательном порядке нужно смотреть на всю документацию, каким образом правильно заметила Наталья Кузьмина, каким образом был приобретен данный дачный участок у собственника, каким образом он находится во владении, размежован ли дачный участок, потому что вы можете приобрести, вам озвучит продавец 10-15 соток, но не произведено межевание не вынеси на границу участка. После того, как вы стали собственником и взялись документально, может оказаться, что ваш участок может оказаться и даже 5 соток. И такие прецеденты бывали, когда люди приобретали собственными силами без помощи агентств недвижимости. Спасибо. Очень интересная информация. Тот же совет, у кого есть конкретные вопросы, напрямую обращаться к нашим спикерам. Мы движемся дальше. У нас один интересный аспект еще есть. Не могу на нем не остановиться. С нами на связи Сергей Раилевич Музафин, первый заместитель руководителя ветеринарной службы Югры. Приветствую вас. И сразу вопрос, какие основные правила разведения птиц или животных на дачном участке? Есть ли животные и птицы, содержание которых на дачных и личных участках запрещено в Югре? Добрый день. Спасибо за возможность поучаствовать в вашей программе. Во-первых, хотел бы остановиться на основных требованиях. Их, в общем-то, самых главных три. Это то, что выращивать и разводить можно только кроликов и курей, птицу, в соответствии с федеральным законом 312, который в середине 2022 года урегулировал такие отношения. И содержать и разводить можно исключительно только для личных нужд. То есть для реализации это делать запрещено. Второй момент это использование земельного участка, о чем предыдущие коллеги говорили, должно быть тоже юридически обосновано. То есть бит разрешенного использования участка должен обязательно содержать такую возможность. Ну и третий, самый главный, немаловажный момент это неукоснительное соблюдение норм законодательства как земельного, то есть которое регламентирует размещение построек на участке, так санитарного, которое регламентирует скажем комфорт соседей, уже проще говорю. Ну и ветеринарного естественно законодательства, которое регламентирует те мероприятия, которые должны проводиться для обеспечения здоровья животных. Это ветеринарно-профилактические, то есть диагностические мероприятия, они должны быть исследоваться животные и естественно иммунизация против болезней. Кратко все. Но я вам еще один хотел задать вопрос, успеть хотя очень мало времени. Существует ли опасность и соответственно ограничение контактов диких животных и домашних животных и птиц дачных товариществ Югры? На второй вопрос отвечу кратко. Ограничений по разведению сельскохозяйственных животных их нет в округе у нас никаких. Естественно, что в соответствии с федеральным законам. По второму, по третьему вопросу скажу кратко, что да, существует серьезная угроза, серьезная опасность, поэтому при разведении и содержании животных на дачных участках мы настоятельно рекомендуем исключать их контакт, то есть безвыгульное содержание, потому как ситуация сегодня очень сложная. И у нас впереди весна, прилетают птицы, поэтому все непросто, в том числе и дикие животные у нас болеют бешенством. Да, это очень важный момент, спасибо, что вы обратили на это внимание. Уважаемые дачники, прислушайтесь, это важная информация. Есть один локальный, но очень важный вопрос, связанный с счастливой дачной жизнью, и чтобы его обсудить, с нами на связи Виталий Якимчик, исполнительный директор по обращению с ТКО акционерного общества Югра Экология. Приветствую вас. Какова обеспеченность дачных товариществ региона контейнерами для сбора мусора? Сразу практические вопросы вам. Добрый день. Ну, на самом деле, обеспеченность порядка 80% по дачным кооперативам в округе контейнерным паркам. Здесь хотелось бы обратить только на один нюанс. Контейнера есть. У нас нет заявок на установку контейнеров в дачных кооперативах. Любому обратившемуся председателю кооператива мы предоставим пластиковые контейнера с крышкой новой для установки в дачных кооперативах. Здесь скорее о желании кооперативов организовать контейнерную площадку. Вот эти 20%, которые не заключили с вами договоры и не обслуживаются с вами по вашей оценке, откуда, почему существуют эти 20%? По-хорошему же мы понимаем, что не должно быть их. Да, безусловно, по-хорошему понимаем, но здесь скорее такие житейские вопросы связаны с тем, что председатели кооперативов, даже имеющихся, имеют трудности со сбором денег за соответственно данную услугу. Ну, не только за данную услугу. Особенно, чем больше кооператив, тем сложнее договориться и, соответственно, у одних граждан эти долги растут, а у других, собственно, они не получают должную услугу. Здесь выход скорее только в переходе на прямые договора по аналогии с коммунальными услугами, которые предоставляют электричество, свет, вода в городах. И тогда граждане напрямую платят региональному оператору индивидуально и услуга оказывается в соответствии с Санпин. То есть не имеет значения в данном случае объем образования отходов дачного кооператива. На цену, на стоимость услуги это не будет никак влиять. Ну и по второй составляющей, какова ситуация собственно с вывозом мусора, есть ли здесь проблемы? Ну здесь в целом проблем нет, здесь скорее проблемы связаны с сезонным характером, это когда снегопады, собственно у нас и во дворах иногда тяжело проехать бывает, ну а дачный кооператив тем более не так часто чистят дороги, но это единственная могу сказать проблема, это зима и собственно заметенная дорога может быть только. Как вы взаимодействуете с товариществами по сбору и вывозу мусора с дачных поселков? Это по вашей инициативе в основном происходит? Или инициатива должна исходить снизу? Ну на самом деле инициатива конечно должна исходить снизу, но так бывает далеко не всегда и во многих городах, там Сургут, Хантамансист, а вот кооператива, которая расположена вокруг городов, мы с этой инициативой приезжали, мы соответственно устанавливали баки свои самостоятельные, организовывали вывоз, а потом уже собственно или этот кооператив, если он существует, многие же еще и банкроты при этом кооперативы, например, вот там в районе города Сургута очень много было банкротных кооперативов, поэтому мы организовывали сначала транспортирование отходов, а затем уже заключение договоров. Уважаемые дачники, руководители дачных товариществ, обратите внимание, красота, эстетика, экологичность начинается с мусора, из цивилизованного его обращения. Коллеги подтверждают готовность любой дачный поселок обеспечить и контейнерами, и вывозами. Пожалуйста, воспользуйтесь этими услугами. Спасибо еще раз. Движемся дальше. У нас осталось время на еще одного спикера. С нами Михаил Кулябин, агроном садового центра, научный сотрудник Югорского государственного университета. Приветствую вас и несколько прикладных, но важных для дачников вопросов. После ухода зарубежных поставщиков, есть ли проблемы с посадочным материалом, с удобрениями, с химией. Теперь смотрим на эту проблему уже глазами собственно дачников. Еще раз приветствую вас. Добрый день. Спасибо за приглашение, за возможность выступить в вашей передаче. Скажу сразу, отвечая на ваш вопрос, проблем с семенным материалом нет, проблем с химическими удобрениями нет, как и с органическими тоже. Дело в том, что на протяжении длительного времени российские поставщики научились не только работать с западными поставщиками, но и успешно осваивали рынок российский собственными семенами, собственной продукцией. Очень хорошо развилась химическая промышленность и выдает очень качественный продукт на российский рынок, надежный, заявляю это ответственно, потому что мы изучаем часть этих химических препаратов здесь, в лаборатории Егорского государственного университета и применяем это на практике, консультируем наших садоводов. По семенам и по посадочному материалу я бы хотел обратиться к нашим садоводам, не гонитесь за импортными, наши российские отечественные районированные дадут гораздо больший эффект, чем любое западное. Безусловно, когда рынок просит что-то экзотическое, что-то интересное, что видели в зарубежных где-то сайтах, журналах, хочется этого сюда привезти, но надо помнить, что у нас выживают растения второй, третьей зоны, иногда четвертой зоны. В Екатеринбурге, в Тюмени есть крупные питомники, которые ориентированы на районированные посадочные материалы. И приобретая материал, не покупайте их у торговцев возле дорог, берите укорененный материал в горшках, тот, который уже видно, что он развился, растет, там листья есть, не отсутствуют признаки болезней. Сегодня питомники ориентированы в основном на посадочный материал с закрытой корневой системой. Можно прямо при покупке достать, осмотреть корни, посмотреть растения, его здоровье и принять решение о приобретении или оставить. в Ханты-Мансийске у нас есть свой питомник, садовый центр развивает это направление. Также берутся на дорост растения из тюменских и екатеринбургских питомников и доращиваются зимовкой, конечно же, нужно, чтобы растение перезимовало. Если весной растение всходит, то это идет выбраковка погибших и здоровый материал предлагается нашим местным дачникам. Михаил, по вашей научной работе, которая имеет отношение к жизни дачников, изменение климата, потепление, оно коснулось дачников практически по всей стране, а вот здесь на севере уже появляется какая-то экзотика и выживает на наших дачах, чего никогда раньше здесь не росло. С экзотикой конечно мне даже в ходе моей работы приходилось сталкиваться. У нас в районе Су-967 есть умелец, который выращивает виноградную лозу. У него несколько... Он у нас как-то был в эфире, да, и это потрясающе, да. Это просто безумно, это нужно особый дар внимания, талант. Согласен. Кроме у нас есть умелец, которые выращивают персик, абрикос. Конечно, с некоторыми сложностями, но в целом им удается получать урожаи. Из интересных растений, которые удается, но только специалисту с большим опытом, это разные актинидии и другие этого рода альяноподобные растения. Из цветочных у нас цветочные культуры хорошо сюда заходят, выносят наши северные холода, кто-то закрывает теплицами, укрытными материалами. Безусловно, климат сказывается, мы можем больше приносить сюда новых интересных растений. Один момент скажу, интересно было бы всем посетить Сургутский ботанический сад и узнать, какие новые растения у нас растут. Очень хорошее многоточие и на этом мы остановимся, потому что время наше истекло. Спасибо огромное за очень интересную информацию и наводки. Как показало наше сегодняшнее обсуждение, дачное движение в России переживает новый подъем и при поддержке со стороны федеральных региональных властей дачи смогут и накормить и поправить здоровье миллионам россиян. А югорчане активно включаются в садово-огородническое движение и у северных дач большое будущее. Спасибо экспертам за участие, а зрители призываю не переключаться. После небольшой паузы впереди еще много интересного и полезного. югорчане продолжают гуманитарную миссию в Курганской области. Гуманитарный добровольческий корпус зашел в Зауралии неделю назад. За это время добровольцы укрепили набережную в городе, снабдили местных жителей предметами первой необходимости, эвакуировали пострадавших. Возводим временное укрепление дамбу. Есть информация, что воды будет очень много. И дело в том, что город находится ниже береговой линии в некоторых местах. И это приведет к большим проблемам. Отмечу, что сбор добровольцев ведется по поручению полномочного представителя президента ВУРФО Владимира Якушева и продолжится пока есть необходимость. Многие добровольцы привозят в Курган личные палатки и лодки. Гументарный добровольческий корпус рекомендует брать с собой в миссию теплые вещи, резиновые сапоги, дождевики, перчатки и медикаменты. Накануне в Курган из Югры выехали еще 8 человек. Заявок очень много, но не всем получается отопроситься с работы, там еще какие-то нюансы. То есть на выходные у нас было, по-моему, много людей приехало просто на выходные, на один-два дня. А так на долгосрочные не у всех получается выехать. Сегодня закроют последние работающие зимники в Югре. Уже в связи с окончанием срока эксплуатации полностью закрыто движение для всех видов транспорта по зимним дорогам и ледовым переправам Березовского района. А сегодня закрывается движение по оставшимся автозимникам Нижневартовского района. Зимой в округе действовали 64 ледовые переправы и 58 автозимников. У закрытых зимников и ледовых переправ установлены запрещающие знаки а также созданные искусственные заграждения. Однако даже такие меры не гарантия безопасности. В прошлую пятницу поступило сообщение о том, что на закрытом зимнике в районе Перегребного застряли 8 машин. Люди, в числе которых были дети, провели в снежном плену более 12 часов. Оказалось, что машины поехали в объезд закрытой дороги и оказались в ловушке. Искали и спасали их с помощью спецтехники. Как рассказали в Центре управления регионом, спасенные чувствуют себя хорошо, а на нарушителей составлены административные протоколы. К весеннему нересту готовятся в Югре. Традиционно профилактическую акцию проводит рыбоохрана сразу с началом ледохода. Специалисты Росрыболовства при силовой поддержке Росгвардии планируют начать круглосуточное патрулирование акватории округа уже с первых дней мая. В начало весеннего нереста запрещено использовать сети всех видов. Даже находиться на водоеме с сетными орудиями лова будет нарушением. Ловить можно будет только на удочке с берега. Такой посыл всем соблюдать правила рыболовства исключить применение сетей, фитилей и вообще всех сетных орудий рыболовства. В том числе наших любимых пауков, которые используют при вылове с мостов. В Фантамансийск пришла еще одна весна. На этот раз не календарная, а студенческая. Начался окружной этап главного праздника всех учащихся вузов и СУЗов. Накануне губернатор Югры дала старт 21 сезону фестиваля. Почти 700 участников представят свои работы на городских площадках. Все они победители и призеры муниципальных этапов. Актеры, художники, танцоры, модельеры, вокалисты. По итогам конкурсного 18 апреля жюри определит лучших в каждой категории. Окружной этап это последняя ступень перед финальным туром. В этом году Всероссийский съезд пройдет в Саратове. Путевок не так много, поэтому на окружном этапе сохраняется высокая конкуренция за места. Но, как отмечают организаторы, студвесна нетипичный конкурс, где идет борьба за награды. Это своеобразное место силы, в котором ежегодно собираются единомышленники. с студвесной все получается. Я знаю, вы справитесь. И мы продолжаем прямой эфир телеканала Югра информационной картиной дня событий и люди, на которые мы хотели бы обратить ваше внимание. На форуме «Нефтяная столица», который не так давно прошел в Хантамансийске, презентовали технику для нефтяной промышленности. Болотоход «Буревестник». Такой вездеход создали на Сургутском заводе. Конструкторы ставили перед собой цель отойти от гусеничного транспорта. Болотоход создан на больших колесах. О том, что уникального в Сургутском болотоходе и когда он будет готов бороздить угорские просторы, узнаем у руководителей главного конструктора Сургутского завода техники Тром Алексея Вадимовича Горенкевича. Приветствую вас. Почему стояла цель уйти от проверенной десятилетиями гусеничной техники? Ну, все упирается в основном в экологию. То есть, летом в тундру, например, нельзя ехать на гусеницах. То есть, такое постановление правительства у нас. А работать надо. То есть, полгода практически выключается техника и освоение северных территорий. Это раз. В-трех, в отличие от гусеничной техники, колесная техника, она все-таки очень хорошо плавает. То есть, это помогает летом ей также работать в тундровых условиях. Самое главное, что военная техника, которая представлена, вот, ну, как бы, МТЛБ, ГТТ, вот эти вот гусеничные тягачи в основном представлены. То есть, эта машина, она не гражданское назначение. Она, по сути, с трудом приспособлена под гражданское назначение. Это военная техника. А у нее и стоимость эксплуатации и расходы на содержание этой машины и количество качества запчастей и все остальное рассчитано, в общем-то, на 10-15 минут боя. Вот так выглядит все это. А мы делаем все-таки гражданскую технику и она экологическая, она экономит солярку и все остальное. То есть, она намного проще, надежнее и как бы вот так. Мы стараемся какую-то пользу принести Родине вот этим всем движениям нашим. Машина первая готова, сейчас уходит на испытания полугодовые в одной из наших ведущих нефтегазовых компаний и после этого будет налажен серийный выпуск. Ну, будем надеяться, что у нас нет где-то других заводов более крупных, потому что таких машин надо много, мы сами не справимся. Когда машину собирают в России, сразу возникает следующий вопрос. Где созданы детали для болотохода? Это только сборка здесь происходит или у вас от и до производство? Нет, у нас производство от и до. Запчасти, из которых собрана машина, все комплектующие, только российские. Там импортного ничего нет. Да, вот еще раз уточню, есть ли у вас привязка к импортным комплектующим, к технологиям, к оборудованию? Нет, такого нет, все российское наше. Здорово. у этой машины ничего нет импортного. Здорово, это особенно интересно. А где будет использоваться эта техника, есть ли уже заказчики? Заказчики уже есть, предварительно люди записываются в очередь на изготовление этих машин. Использоваться она будет в основном эта тундровая зона, ну и в том числе и болотные места, и восточную Сибирь, вся, потому что там не такие тяжелые болота, как у нас в Хантамансийском округе. Там эта машина круглогодичного использования будет. Ну и просторы огромные, надо ехать быстро, везти много. Ну вот, в общем, Буревестник это такая машина, которая первая из больших колесных машин на пневматиках сверхнизкого давления, которая реально может заменить гусеничную технику военного образца. Вот так это выглядит на замете. Это новый класс техники. Да, очень интересный прецедент. А правильно ли я вас понял, что вы работаете напрямую с физлицами, не с юридическими лицами? Нет, у нас физлица очень редко покупают машины, в основном у нас покупают предприятия. Все-таки мы выпускаем промышленную технику. Сколько времени изготавливали вот этот конкретный болотоход? Ну, тут мы рекорд поставили внутренний. В общем, за три месяца мы полностью разработали конструкторскую документацию, нарисовали эту машину в программе 3D, то есть до последнего болта, грубо говоря, и за это же самое время попутно ее умудрились изготовить. И потом у нас месяц ушел на доводку и на всякие разные внутренние заводские испытания и дорисовку. То есть три месяца машина выехала из ворот. Потом месяц доделал мелкий и испытаний. Так что так. Вчера в соцсети порвала информация видео из Китая о том, что китайский автомобиль на передовом заводе производится на конвейере за 76 секунд. Вот ваш прогноз, когда все встанет на поток, сколько надо будет времени на изготовление одной единицы изделия вашего? Если все будет хорошо, примерно двое суток. Два дня. Здорово. Но это спецтехника. Их не нужны в таких количествах сумасшедших. Их не так много надо. Конечно. Где только ли ближайшая северная зона? Вы посматриваете в сторону освоения нероссийских территорий? Нам свою бы военную технику поменять. У нас просторы огромные. Надо для себя делать. Надо Родину поднимать. Не надо нам Таиланда и все остальное. Давайте займемся своим правильным делом и своей страной. Просторы у нас огромные, богатство у нас огромное. Давайте туда. Согласен. Это лучше. Хороший, патриотичный, правильный подход. Успехов вам в реализации вашего замечательного проекта. А мы движемся дальше. И в продолжении темы, где такой болотоход может пригодиться кроме Югры, так это в Курганской области. Там 8 апреля объявили режим чрезвычайной ситуации из-за подтопления. Вся страна сейчас старается помочь региону, кто техникой, кто специалистами. А вот и наш гуманитарный корпус не оказался в стороне. В Курганскую область уже отправилась первая бригада добровольцев, но ситуация усугубляется тем, что вода еще продолжает подниматься и останется еще очень долго. Поэтому одной сменой добровольцев не обойтись. Как можно помочь соседнему региону, уточним, руководителя штаба добровольцев гуманитарного добровольческого корпуса в Югре Светланы Басовой. Она сейчас, кстати, как раз в Курганской области. Приветствую вас и сразу вопрос. Какая обстановка сейчас там на месте? Здравствуйте. Хорошо меня слышно? Да, видим, слышим. Да, спасибо. Обстановка достаточно напряженная, потому что буквально за два дня вода поднялась на очень большой уровень и сейчас уже есть садовые товарищества, которые отрезаются уже водой от, скажем, связи. только сейчас буквально час назад эвакуировали последнего жителя с СНТ Золотая Нива. Наши добровольцы эвакуируют и людей, и проводят профилактические мероприятия, уведомляют людей о том, что им надо сегодня-завтра срочно выехать, покинуть их дома. Также помогают укреплять берега. Добровольцы здесь очень нужны. Какая сейчас помощь нужна самому гуманитарному корпусу ЮГРы? На данный момент нам помощь оказывается. Мы во взаимодействии очень плотном с руководителем непосредственного региона, с Натальей Владимировной, также непосредственно с Владимиром Владимирович Якошевым. Он непосредственно сам руководит этим процессом. И техника у нас есть, люди есть, лодки начинают поступать. Если у кого-то будет лишняя лодка, мы не откажемся, прожекторы, потому что работа ведется круглосуточная в круглосуточном режиме. Вода, конечно, берет свое. Это страшная такая картина. Жителям пока ничего здесь не требуется. Еще такого ЧС ситуации катастрофы нет. Пока все в таком мирном, скажем, чрезвычайной ситуации эвакуации. В процессе эвакуации престарелых эвакуируем в местах, где они могут проживать животных. Вот у нас только сегодня спасли команду собаку с восьминками. На данный момент ребята поехали эвакуировать корову. То есть сельское хозяйство тоже требует внимания. И здесь везде нужны наши руки. Однозначно. Вот какими параметрами, характеристиками должны обладать добровольцы, желающие отправиться на миссию в Курганскую область? Параметрами? Наверное, такой адаптивностью человеческой к природным условиям. То есть уметь сориентироваться в любой ситуации. Смекалка, физическая подготовка, потому что это все-таки природа, это разбор завала, укрепление береговой линии. Поэтому, ну и конечно же любовь к людям. Знаете, недавно хороший вопрос задали, вот буквально полтора часа как назад. Хороший вопрос задали, чем отличается гуманитарная миссия в ЛДНР и сейчас в зоне ЧС, да, на территории Курганской области? А практически ничем, здесь люди в первую очередь, и если ты хочешь человеку помочь, то ты в наших рядах уже должен быть сегодня, сейчас или завтра. Должен быть и спасателем, и психологом, потому что многие люди растеряны и, конечно, смотрят на вас как на спасателей, спасителя по всем вопросам. Какую работу будут все-таки выполнять добровольцы в ближайшие дни? Значит, добровольцы работают по укреплению берегов, также осуществляют контроль за возможными участками подтопления, это контроль в течение 24 часов, это разбор возможных завалов на тех местах, где река должна проходить природное русло, а были воздвижены какие-то сооружения, турникеты, какие-то преграды, то есть это сейчас все добровольцы тоже разбирают, обеспечивают эвакуацию жителей, то есть сопровождение, беседа, да, вот вы правильно сказали, надо уметь правильно с человеком разговаривать, правильно человека знать, как поддержать, вот, потому что это в основном престарелые люди, потому что частный сектор, природа, вот. Да, и беда, которая свалилась ниоткуда. Еще один прикладной, но важный вопрос, вот проживание и проезд, за чей счет происходит? Значит, проезд обеспечивает гуманитарно-добровольческий корпус, можно подать заявку на сайте гумкорпус.рф, там есть прям раздел участия в такой миссии, это первое. Второе, проживание здесь, нам организованы замечательные условия, я вот даже сейчас нахожусь на ПВР, сейчас добровольцев свезли пообедать, потому что питанием тоже ребята обеспечены, столовые помогают, очень вкусно кормят и с благодарностью принимают наших ребят. Так что все бытовые вопросы, транспортные вопросы, организационные вопросы полностью решены и за счет нашей организации. Еще один вопрос, сколько дней занимает одна смена? Значит, мы всех приглашаем приезжать не менее, чем на неделю. Есть люди, которые хотят на 2-3 дня приехать, помочь, но, к сожалению, не можем такие средства себе позволить, поэтому мы говорим, что мы на связи, если человек готов выехать на своем транспорте, скооперироваться с кем-то, то добро пожаловать, в какой-то момент компенсируем топливо, ну а некоторые ребята, честно скажу, едут сами за свои средства, потому что понимают, что лучше эти средства потратить на то, что нужно будет потом людям. Спасибо, Светлана, что нашли время ответить на наши вопросы, скорейшего разрешения вам к этой кризисной ситуации и побольше единомышленников. Спасибо, еще раз движемся дальше. Согласитесь, что самое большое ожидание этих дней у каждого югорчанина ожидания настоящей весны. Апрель в Югре считается все-таки весенний месяц. Тут и капели, плюсовые температуры, но перепады с плюса на минус по-прежнему все-таки сохраняются. Погодные качели не успокоились до середины месяца. Какой ждать весны дальше? Узнаем у ведущего синоплика Центра гидрометеослужбы Хантамансийской Светланы Викторовны Сенины. Приветствую вас и сразу же вопрос чего ждать югорчанам от апреля? Ну, таких же качелей пока. То есть у нас следующая неделя тоже будет очень неустойчивая. Циклоны активные будут чередоваться с антициклонами, с полями повышенного атмосферного давления. 17, 18 и 21 апреля у нас ожидается прохождение активных циклонов. В большинстве районов пройдут осадки в виде снега и дождя. Температура... Ну, ветер будет порывистой 15-18 метров в секунду. Преобладающая температура в эти дни будет минус 2, плюс 3 ночью при прояснениях до минус 9. А дню плюс 4, плюс 9 по югу до плюс 15. Вот. а 19-20, 22 и 23-го у нас наоборот будут поля повышенного атмосферного давления, антициклоны. В эти дни будет понижение температуры воздуха. Ну, вот ноль минус 5 будет ночью, по восточным и северным районам до минус 13, минус 18. И дню ноль минус 5, а по восточным и северным районам ноль минус 5. Вот такие вот качели. Да. Поэтому как бы... То есть пока шорты доставать рановато. А есть ли данные... Ну, единственное, жителям, извините, жителям западной вот половины округа 20-го числа можно достать шорты на один день. Вот у них будет до плюс 13-18 градусов. А по всей остальной территории вот то, что я сказала. Но потом их опять можно спрятать. Это точно. А есть ли данные все-таки, когда установится стабильный плюс, стабильное тепло на территории региона? Ну, вот смотрите, мы получили предварительный прогноз на май, и он очень хороший. То есть среднемесячная температура будет превышать норму на 2-3 градуса. Это очень хорошо. Ну, и вот, например, я могу прочитать, что в третьей декаде преобладающая температура воздуха ночью плюс 8-13, днем плюс 18-23, а в отдельные дни до плюс 28. Это вот вся третья декада обещают в мае такая. И первые две тоже неплохие, поэтому мае обещают теплым. Да, 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 да. Югра, видимо, по климату присоединится к тренду европейской территории России, где уже несколько недель стоит аномальное тепло, намного превышающие средние показатели. Там по югу России уже до 30 градусов тепла, хотя еще середина апреля. По многолетним метеонаблюдениям, в каком году был апрель самый холодный и самый жаркий? Ну, смотрите, мы ведем наблюдения за пунктом, то есть самый жаркий, то есть вот так вот по всей территории, она же у нас очень большая, и так трудно сказать. Ну, вот у нас в Ханты-Мансийске мы наблюдаем, то есть абсолютные минимумы мы обновляем и абсолютные максимумы. Ну, вот абсолютный минимум в Ханты-Мансийске был минус 33 градуса, это 2 апреля 1905 года. 1905 года. А, значит, самый высокий апрель, со самой высокой температурой, плюс 25 градусов, наблюдался 22 апреля в 1995 году. Вот. Вот такие вот у нас показатели. Очень интересно, да. 20-й век отметился интересными аномалиями. А есть ли общий прогноз, как в целом какой будет нынешняя весна, среднестатистическая, аномально холодная, аномально влажная, аномально теплая? Смотрите, вот у нас есть понятие нормы. Вот по отношению к этой норме мы как бы и ориентируемся. То есть я вам сказала, май, он выше нормы будет. Это значит, вот выше нормы, выше среднестатистических показателей. Апрель у нас был около и ниже нормы. И мы это видим, понимаете, что он действительно вот такой холодный. Поэтому вот есть норма. Так что... Свою норму погода в Югре выберет однозначно. Спасибо большое и за то, что порадовали нас прогнозом насчет очень теплого мая. Это очень кстати. Впереди большая череда майских праздников. Их, конечно, многие хотят встретить, провести на природе. Продолжая тему весны, первый весенний звездопад скоро обрушится на югру. Его называют звездопад Лириды. Это явление можно будет увидеть на небе с 14 по 30 апреля. Самый пик звездопада, отмечают эксперты, выпадет на 21 и 22 апреля. По их подсчетам при ясной погоде можно будет увидеть до 18 метеоров в час. Что еще интересного в этом явлении, узнаем у заведующего лаборатории геофизических наблюдений Полярного геофизического института города Мурманска Ярослава Алексеевича Сахарова. Приветствую вас. Вы у нас сегодня самый дальний эксперт. Всегда интересно, как рождаются вот такие названия для явления. Почему звездопад Лериды? Приветствую вас еще раз. Добрый день. В этом случае, как и во многих других случаях звездопадов, как их говорят, на самом деле это просто метеорные потоки, название часто привязывается к направлению, откуда приходят частички тех или иных комет. Ведь то, что мы видим падающую звезду, это сгорает в атмосфере некрупные остатки от кометного хвоста или кометного ядра. И вот направление по созвездию, откуда приходят эти частицы, это часто дает название тому или новому явлению. В данном случае ощущение с Земли такое, что эти звездочки летят к нам из созвездия Лиры. Вот Лириды, поэтому это явление, этот эффект в данном случае закрепилось за ним. Звучит очень поэтично. Вот это явление ежегодное. А чем уникален этот звездопад, звездопад этого года? Ну, в этом году из крупных, из заметных звездопадов будет порядка 12, одно уже прошло. Самые яркие весенние, пожалуй, это Лириды. Он не самый мощный в целом. Вообще обученные считают, что из 60 известных звездопадов это не все, их может быть более 300, но не все пока изучены. Интересен он тем, что он один из самых старых. Это 600, по-моему, 87-й год до нашей эры, когда есть первые свидетельства в одном китайском труде, старом, были отмечены первые потоки звезд, и вот с тех пор известно, что он существует. Потом, это один из изученных таких эффектов, раз в 60 лет повышается интенсивность потока в этом звездопаде, и, кроме того, когда источник, реальный источник метеоров, это комета, которая была описана и открыта в 1861 году Тетчером, вот она считается прародительницей, это не всегда, не для каждого звездопада источник известен. Вот она возвращается через примерно 415 лет. Вот это усиление исторически известно, что 18 падающих звезд сейчас, это хорошо, до сотни и больше получается так, что в некоторых случаях приходит к нам невидное и можно наблюдать в северном полушарии, вот это тоже отличительная особенность данного именно события. И кроме того, можно дожидать специальные советы. Вот почему-то так получилось, что кометы, наблюдаемые на небе, как правило, вызывают тревогу у людей, волнение, как предвестник какого-то события, а падающие звезды скорее несут радость и счастье, значит, можно успеть загадать сияние, а других никаких таких помех нету, ну, разве что для поэтов. Не знаю, как у кого, но у меня, например, ну, звездопад, это в первую очередь, это известная песня Пахмутовой, с неба лиловые падают звезды, даже желание задумать непросто, действительно, для тех, кто решится наблюдать звездопад, и вот сейчас, в ближайшие ночи, одетесь потеплее, потому что нигде еще не жарко, и постарайтесь поймать главное, не придумывайте много загадок, загадайте что-нибудь одно, и никому не говорить. Здорово, вот согласитесь, что в канун ярких астрономических событий всегда там в соцсетях активизируются астрологи, всякие целители, вот такое природное явление с научной точки зрения может оказывать там психологическое, физическое воздействие на здоровье человека, на состояние психики? Нет, но физических причин ловить расстройство здоровья при звездопадах нет, скорее это психологический момент, но повторю еще раз, как правило, ну особенно если сердце волнуется, весна все-таки, ну удается связать наблюдение за падающими звездами и доброе отношение друзей, это чисто как идет в плюс, а волноваться не надо, а зато можно ждать самые сильные, ведь это не единственное явление такого рода, впереди у нас еще как минимум 8 заметных известных и описанных метеорных потоков, и вот кстати в конце апреля на Лерит накроется еще один поток, это не частый случай, когда от нескольких источников придут падающие звезды, ну и потом впереди все еще ждут в августе это Пресея к нам придет супер я только советую одно заранее внимательно посмотреть график работы допустим самый пик потока частиц вот сейчас через неделю 21-22 апреля а с другой стороны это будет полнолуние надо быть аккуратным яркий свет луны может скрыть некоторые события не надо волноваться если вы не заметите след в небе а вообще это очень увлекательное занятие наблюдаться за звездами Бесспорно Ирослав Алексеевич спасибо огромное за полезную и интересную лиричную информацию возвращаемся из Мурманска в Хантамансиск есть пару минут чтобы посмотреть что интересного наша коллегия в соцсетях сегодня разместили и там вновь про весну в югру после зимовки уже вернулись лебеди как сообщает региональная природнадзор инспекторы заметили три особи в Березовском районе лебеди гуляли в поме урочище Имшитской Сор специалисты не были удивлены их появлению ведь они прилетают в регион еще до того как снег полностью растает инспекторы предупреждают что охота на лебедей запрещена еще одна очень интересная информация в салоны сотовой связи теперь можно приходить с любимыми песиками один из федеральных провайдеров внедрил в югре концепцию лояльности к животным узнать магазины где вашему хвостатому другу будут рады можно по специальному стикеру с собакой на двери всего дружелюбно к животным салонов связи в округе уже 15 во всех крупных городах югры и в пойковском и обратите внимание на еще одну весеннюю но не очень позитивную информацию первые ландшафтные пожары зафиксированы в югре в Кандинском районе к этому часу возгорания локализованы угрозы населенным пунктам и лесному фонду нет над ликвидацией ландшафтных пожаров работают 13 сотрудников авиалесоохраны и аэрофлот ввел самую новую и очень нужную услугу перевозку животных на соседнем пассажирском кресле в салоне самолета это платная услуга но как показывают первые дни ее существования уже очень востребованы и на сегодня все в четверг эфирную эстафету подхватит моя коллега Юлия Самуэльсом а я с вами прощаюсь до середины мая не скучной вам югорской жизни мая 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 Продолжение следует...